Ботанический сад Наталика больше нет, ни Женьки. Многотонная громада ворот вздрогнула и поползла вверх со скрежетом, открывая нам дорогу в ад, а демонам путь в метро. На самом деле, все началось в другой день, в день, когда мама предложила поехать в ботанический сад, на метро. Помню, как поднимались на эскалаторе, как вышли из просторного павильона на утопающую в зелени улицу, как летели по бесконечному небу легкие облака, и как дышал мне в лицо чуть прохладный ветер. Мама купила мне мороженое. Это был последний раз, когда я его ел. В тот день человечество казнили. Праведников и грешников призвали, чтобы воздать им по делам их. А мы, мы спрятались от Бога в метро, убереглись от Его гневных очей, и Ему стало лень выковыривать нас из нор. Потом он занялся другими делами или умер, а мы остались на использованной и выброшенной земле и полетели на ней в никуда. Я помню столько лишних вещей и не могу вспомнить главного – маминого лица. Она умерла почти сразу после войны. И все, что у меня от нее осталось – тот день в ботаническом саду. Как я мечтал вспомнить ее лицо, ее взгляд. Вспомнить, как она шептала мне, чтобы я ничего не боялся. Душу готов был за это отдать. Я ей отдал.